Ведь у нас есть один день в году, в этот год мы должны особенно трепетно относиться к нашим женщинам. Поэтому надо, мне кажется, искренне, со всей душой накупить с утра цветов, пока еще жена не проснулась, приготовить блины или торт. Женщин с 8 марта надо поздравлять цветами, наверное. Можно куда-нибудь ее отвезти, в какое-нибудь хорошее место. Я хочу своей девушке сделать так, я ее хочу пригласить на крышу. Сейчас есть такие свидания, как, знаете, да? Приглашаешь на крышу, шампанское, музыка, ну, такого плана. Нужно поздравлять от души, с любовью, нужно обязательно поздравить искренне. Лучше всего сделать подарок своими руками. Сюрприз какой-нибудь красивый, хороший, утренний. Чтобы порадовать, открыть глаза и радоваться. Ну, во-первых, поздравить, а во-вторых, подарить какой-нибудь приятный подарок. Ну, чтобы это было от души, от сердца. Это самое главное. Поздравляю с 8 марта. Желаю счастья, здоровья, успехов в личной жизни и т.д. Дорогая мама, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю счастья, здоровья, чтобы ты осталась такой же красивой. Любить, дарить цветы, все, что они хотят. Делать открытку, подарок. Если женщина любимая, она примет все. Мне кажется, у каждого свое поздравление. Главное, чтобы это было естественно, но при этом как-то необычно, не повседневно. Мне кажется, нужно дарить им много-много цветов, придумать какой-нибудь необычный сюрприз, заказать столик в ресторане. Я даже не знаю, что еще. Конечно, в идеале вообще куда-нибудь улететь в теплое место и отпраздновать там, но не у всех это получается. Так что, хотя бы так. Нужно дарить им цветы. И это, наверное, все. То есть, главное это цветы или главное? Главное это отношение к этим цветам и к женщине.